спасибо спасибо ну добрый день прежде всего значит я хочу вам рассказать про работу трех ученых японского происхождения и работа которую в общем была выполнена в японии нобелевская работа вот значит эти трое переключается вот это значит трое ученых это прежде всего и само а косаки это профессор университета из ногоя из японии его аспирант бывший теперь уже тоже профессор хироша амана вместе они выполнили очень заметная часть работы за которой была присуждена нобелевской премии и шуя накамура который значит сейчас сотрудник университета калифорния в санта-барбаре в сша но он свою нобелевскую работу выполнил будучи сотрудником японской компании ничего chemical индастрис который располагается в токушиме тоже в японии ну вот и здесь я списал нобелевская сайта нобелевского комитета от формулировку за что есть по-английски а здесь я ее старался как можно ближе к тексту перевести формулировка гласит что нобелевская премия была присуждена за изобретение нового эффективного экологического источника света синего светодиода в духе альфреда нобеля премия присуждается за изобретение принесшие наибольшую пользу человечеству используя синие светодиоды можно создавать источники белого света новым способом создание светодиодных ламп мы сейчас более ну вот здесь пропущено одно слово мы сейчас обладаем более долговечными и более эффективными источниками света по сравнению с ранее используешься но теперь давайте посмотрим что же это такое вот это портреты трех японских физиков вот это а касате не трудно посчитать что им далеко за 80 это хироши амана ему всего лишь сколько посчитать 54 года и 60 лет ровно исполняется шуджа на камуре ну вот а теперь прежде чем перейти к нобелевской работе я хотел бы вам немного рассказать о истории о создании светодиода а вообще она очень интересная и поучительная местами даже трагичная история создания этого прибора ну вот впервые обнаружил свечение при пропускании тока через полупроводник ассистент марконе это генри джозеф раунд который впоследствии тоже стал профессором работы в великобритании он значит в 1907 году пропуская свет не свет а ток через карборонд это фактически сице карбид кремль теперь называется зачем он стал через него пропускать ток по очень простой причине для радиотехники нужно были детекторы а хорошо было известно что контакт металла с вот с полупроводниками он обладает напрямляющими свойствами то есть может служить для детектирования радиосигнала вот он его интересовал детектировать но при работе с детектором он обратил внимание что вместе контакта возникает желтоватое свечение карборода потом брал карбород втыкал туда вольфрамовую проволочку и видел что какое напряжение был не подал обратное или прямое всегда наблюдал свечение правда при разных при разных напряжениях в зависимости от знака его вот по этому поводу он написал коротенькую заметочку буквально два абзаца журнал сказал о том что это излучение не связано с нагревом полупроводника то есть она вносит не тепловой характер вот а природа мне его неизвестно я был бы очень благодарен если кто-то вот не сумел бы объяснить после этого работа фактически то есть это вот это замечание она была забыта благополучно и только вот в 1923 году вот наш соотечественник олег владимирович лосев который работает вот здесь недалеко в нижгородской лаборатории а значит фактически переоткрыл это явление ему было всего лишь 20 лет у него не было высшего образования он работал ассистентом вот в нижгородской радиолаборатории но человек был очень и очень талантливый и очень преданный науке фактически введя полуголодное существование он так сказать вот занимался с большим энтузиазмом исследования исследования свойств полупроводников вот он переоткрыл это явление значит но он в отличие от раунда он исследовал ее очень детально и он почти плотную подошел к объяснению наблюдения этого явления то есть физической природы но не недалеко значит что обратно обратил внимание лосев он тоже занимался детекторами и тоже обратил внимание что возникает свечение причем он обратил внимание что что если подаете прямое напряжение то есть когда сопротивление маленькая контакта то насчет свечения возникает при небольших напряжениях а вот если обратно подается напряжение то свечение возникает при существенно больших приложенных напряжениях. Поэтому эти два разных свечения он назвал свечениями первого и второго типа. Потом он обратил внимание на то, что свечение возникает не в самом контакте металла с полупроводником, а оно на самом деле возникает на границе двух областей полупроводника разного цвета. Он был человек очень внимательный, изучая свечение под микроскопом, обратил внимание на то, что поверхность кристалла обладает немножко другим цветом по сравнению с основной толщей кристалла. И вот оказывается, свечение возникало на границе. Он очень детально изучил область свечения, спектральные характеристики фактически, и вплотную определил, что области разного цвета, вот этого полупроводника коронта, они обладают разным сопротивлением. И говорит, что он тогда не знал, что это фактически тот же самый кристалл, но легировал разными примесями. Вот теперь говорят, это N и P тип. У него был PN-переход. Тогда он не знал, что это PN-переход. Но тем не менее, он вплотную подошел к этому. Решающее объяснение, которое сейчас общепринято, было сделано только спустя довольно-таки большой промежуток времени. Это было сделано тоже человеком с очень необычной судьбой. Курт-Леговец, а вот Лосев во время войны, продолжая изучать свойства полупроводников, он погиб в блокадном Ленинграде от дистрофии, над головой фактически. У него масса блестящих работ, но, к сожалению, жизнь его трагически закончилась во время войны. А вот этот Курт-Леговец, человек тоже очень необычной судьбы. У него родители, мать у него немка, а отец чех, он из Праги. И он вообще в составе вермахта воевал на Восточном фронте два года. Потом был отправлен в Прагу для того, чтобы заниматься детекторами, опять полупроводниковыми. Это было интересно немцам для цели радиолокации. После того, как наши освободили Прагу, этот человек остался в ней и жил там до 1947 года, после чего на велосипеде уехал в Западный Берлин. И в 1947 году в Западном Берлине, из Западного Берлина, американцы его по программе «Скрепка» перевели в Соединенные Штаты Америки. Это программа сбора всех ученых, ну, сколь-нибудь заметных из Германии, и перевоза их в Америку. И вот этот человек, будучи уже специалистом физики полупроводников, а к тому времени, когда он сделал эту работу по объяснению работы, вот свечения полупроводникового ПН-перехода, фактически уже ПН-переход был открыт, сделал его описание Шокля, и тогда люди уже очень хорошо понимали физику этого явления. Так вот, этот курт-леговец, он, значит, объяснил, как работает светодиод, почему он светится. Ну, я чуть позднее, значит, подробнее об этом расскажу. Вот, давайте теперь я чуть подробнее, для не специалистов, постараюсь вам рассказать, как работает этот прибор. Значит, дело в том, что из школьного курса известно, что атомы, они, значит, обладают уровнями. То есть электроны в атоме не могут иметь произвольную энергию, они располагаются на определенных уровнях энергии. То есть энергия электрона в атоме, она может принимать только дискретный ряд значений. Вот самая большая энергия, то есть, говорят, электронная оболочка, вот самая большая энергия, да, внешнеэлектронная оболочка обладает, она называется валентной, там находятся валентные электроны. Это те электроны, которые атом готов отдавать или принимать в химических реакциях, внешние электроны. Если атомы составить вместе, образовать из них кристалл, то тогда вот этот валентный уровень, он размывается в валентную зону. А вот кроме заполненных уровней у электронов, есть еще пустые, как говорят, возбужденные уровни. Они пустые. Когда образуется кристалл, эти пустые уровни тоже образуют зону. Это некий интервал энергии. Вот та зона, которая произошла из валентных электронов, она называется обычно в полупроводниках валентной зоной. А вот следующая зона, которая пуста, где нет электронов, она называется зоной проводимости. В полупроводниках зона проводимости и валентная, они разделены щелью энергетической. То есть она называется запрещенной зоной. Ну и вот здесь я схематически изобразил, смотрите, вот здесь энергия отсчитывается, здесь область зонопроводимости, здесь валентная зона. В полупроводниках их можно легировать, то есть можно добавлять вместо родных атомов какие-то атомы примесей. Если атомы примесей обладают большим количеством электронов по сравнению с родными атомами, тогда такая примесь отдает электроны кристаллам. Валентная зона вся заполнена, поэтому такие электроны попадают в зонопроводимости. Вот процесс легирования, то есть процесс введения дополнительных примесей в полупроводник, он называется легированием. Те примеси, которые способны отдавать кристаллу электронам, называются донорами. А такой кристалл, где есть доноры, он называется полупроводником N-типа. Почему N-типа? Потому что от слова негатив они несут отрицательный заряд электрона. И вот в таком полупроводнике появляются электроны в зоне проводимости. Но можно полупроводник легировать примесью, у которой количество электронов меньше, чем у родных электронов кристалла. Такому атому не хватает электронов для того, чтобы образовать валентные связи, и он захватывает их из валентной зоны. В валентной зоне образуются пустые места. Оказывается, их очень удобно описывать не просто как пустые места, а как дырки. Вот новые квазичастицы, дырка. Вот я здесь их нарисовал. Как устроен PEN-переход? PEN-переход – это очень простая вещь. Это полупроводник, одна часть из которого легирована акцентрами, а вторая – долларами. Образуется PEN-переход, так называемый. В результате того, что с одной стороны есть электроны, а с другой стороны есть дырки, в месте PEN-перехода образуется электрическое поле, контактные разности потенциалов. Вот здесь я изобразил, это потенциальная энергия электрона на дне зоны проводимости, а это потенциальная энергия электрона на потолке валентной зоны. И вот что происходит, когда пропускается ток через PEN-переход? А происходит следующее. Смотрите, вот электроны из N-области начинают течь в P-области, а дырки из P-области начинают течь в N-области. Вот в месте PEN-перехода есть и электроны, и дырки. И в этом месте электроны могут падать из зоны проводимости на пустые места валентной зоны, при этом излучается свет. Но это не единственный способ, каким могут электроны падать отсюда-сюда. Вообще говоря, они свою энергию могут отдать не обязательно излучению, они могут отдать его и колебаниям решетки. Тогда в тепло переходит энергия электрона при этом. Таким образом, леговец объяснил свечение PEN-перехода при подаче на него прямого напряжения инжекцией носителей, рекомбинацией фактически в PEN-переходе. В результате этого происходит свечение полупроводника. Теперь возникает вопрос, ну вот я здесь нарисовал этот PEN-переход схематический, вот так приложено напряжение, и вот так выходит свет. Теперь, значит, а какой длинный свет можно получать из полупроводников? Вот хорошо известно, что светятся замечательно полупроводники типа арсенида галя, а 3b5. Вот потому что они, как говорят физики, занимающиеся полупроводниками, они прямозонные. Вот Кремния и Германия не прямозонные полупроводники, и они светятся не очень хорошо. Вот, а светятся хорошо прямозонные полупроводники. Ну, давайте не буду объяснять, что это такое. Это некие тонкости. А вот давайте посмотрим, какой свет могут излучать полупроводники. Вот хорошо известно, что арсенид галя, а первые эффективные светодиоды были созданы именно, и полупроводниковый лазер был создан именно на арсениде галя, а он светится в районе 0,9, где-то от 0,8 до 0,9 микрона длина волны. Это свет невидимый, это ближний инфракрасный диапазон. Вот, светится в видимом диапазоне, может, Индиен, но технология этого полупроводника не очень хорошо разработана. И вот большая группа полупроводников А2b6. Ну и вот эти вот тоже, галя-П, галя-П и галя-арсенид. Вот если в арсенид галя добавлять фосфор, то тогда можно добиться того, чтобы этот полупроводник светился красным и даже желтым светом. И такие светодиоды были сделаны еще в середине 60-х годов, использовались, ну вот в калькуляторах, может быть, кто-нибудь, у кого-нибудь раньше были калькуляторы, и в часах со светодиодами. Вот, но светодиодов с зеленым свечением и синим не было. А чем хороши светодиоды с синим свечением? Дело в том, что если вы имеете светодиод синего цвета, то из него можно фактически организовать с помощью люминофоров излучение любого света. Потому что освещая таким светодиодом люминофор, можно увеличить длину волны. Люминофор никогда не укорачивает длину волны, ну почти никогда не укорачивает длину волны, а вот удлинять ее совершенно спокойно. То есть, если вы светите на люминофор, специально подобранный синим светом, вы можете получить желтый, зеленый или даже красный свет. Таким образом, имея всего лишь один синий светодиод, можно сделать фактически источник света любой длины волны, видимый диапазон. Вот это очень здорово. Но, к сожалению, попытки создания таких источников света на основе соединения А2Б6 не венчались успехом. По ряду причин, которых я сейчас не буду касаться. Есть еще одна важная вещь, связанная с эффективностью работы этого прибора. Она состоит в том, что для того, чтобы электрон излучал как можно больше света, а не отдавал свою энергию, говорят, при рекомбинации, когда он прыгает из зоны проводимости валентной в тепло, необходимо, чтобы электрон не убегал далеко от ПН-перехода. Вот для того, чтобы он и дырки тоже там скапливались в районе ПН-перехода. Вот для того, чтобы это сделать, значит, для того, чтобы это сделать, еще в начале 60-х годов Жарисом Ивановичем Алфьеровым вместе сказали, но у них был предложен патент, значит, они предложили, и независимо от них Крюмер, предложили для этих целей использовать не обычный полупроводник, а так называемый гетерпереход. То есть, когда имеется два полупроводника, у одного ширина запрещенной зоны большая, вот я здесь ее показываю, да, а между вот такими полупроводниками с большой шириной запрещенной зоны вставлен полупроводник с узкой запрещенной зоной. Зачем это нужно? Это нужно вот зачем. Смотрите, такой полупроводник, он представляет из себя потенциальную яму, как для электронов, так и для дыр. И поэтому в этом месте, в узкой зонном полупроводнике, скапливается большое количество электронов и дыр. А чем их больше, тем выше вероятность того, что при рекомбинации они спустят свет. Ну, это хорошо известно просто из физики полупроводников. Чем выше концентрация, тем, значит, больше свет можно получить. Вот теперь давайте я расскажу о развитии технологии вот этого материала, галлиэн. Ну, вот, все-таки надо сказать, что до развития технологии полупроводника галлиэн были прекрасно развиты технологии кремния. Сейчас кремниевая технология является самой-самых хорошо развитой полупроводниковой технологией. Поэтому примерно 90, более 90% рынка занимает полупроводники, полупроводникового рынка занимают полупроводники, изготовленные на кремне. Дальше была очень хорошо развита технология материалов на основе арсенита галли. Это почти все светодиоды, все лазерные линейки, лазерные проигрыватели. Это все технологии на основе арсенита галли. Проблема с галлием стояла в том, что этот материал был очень капризный. К нему очень-очень тяжело было подступиться. Но люди из Америки, вероятно, Титьен, впервые им начали заниматься Марузко и Титьен. Титьен это был руководитель, а это был сотрудник. Титьен хотел сделать телевизор на светодиодах. Этот телевизор еще до сих пор не создан, но Титьен уговорил Марузко заняться созданием галлием. Они в качестве подложки, всегда полупроводник растет на подложке какой-то, они выбрали кристалл сапфира. Между кристаллом сапфира и галлием довольно большая разница в расстояниях между атомами. Это расстояние отличается примерно на 14%. Это очень-очень плохо для качества кристалла. Поэтому первые кристаллы, которые они получали, они были с трещинами. Там было огромное количество дефектов. И они обладали довольно низким качеством. Он выращивал его с помощью такой реакции. Вторая трудность была с лигированием акцепторами, про которые я говорил. Им не удавалось лигировать акцепторами. Получалась очень большая неиспроизводимость. А это означает, что если вы не умеете лигировать акцепторами, ПН-переход создать нельзя. Лигирование донорами можно, НТ получается, а лигирование акцепторами нельзя. Они попробовали несколько способов и разных материалов. Цинк, магния получалась либо очень большая неиспроизводимость, либо вместо полупроводника П-типа получался фактически изолятор. Ну вот, следующий шаг был сделан от японской группы. О ней я чуть-чуть подробнее расскажу. Я сначала хочу вам показать портрет этого Морозкина. Но, тем не менее, первые свечения на своих низкокачественных образцах, голубое, они заметили. У них иногда получались случайные ПН-переходы невоспроизводимые. И они видели слабое-слабое свечение. Причем, значит, примерно несколько тысячных частей электрона, которые при рекомбинации всего лишь несколько тысячных излучали свет, а остальное все уходило в тепло. То есть, говорят, внутренний квантовый выход – это число квантов света, которое получается по отношению к числу перескоков электронов из зоны проводимости валента. Он был очень-очень низкий, прибор был очень низкого качества. Вот дальше этот человек, для того, чтобы не попасть в Морозка на Вьетнамскую войну, он должен был защищать ученую степень, а в Америке принято защищать ученую степень в другом университете по сравнению с тем, где была выполнена работа. Поэтому он был вынужден уехать и какое-то время заниматься своей диссертацией. И отошел. В это время в эту фирму, где занимался Галлен, вернулся известный человек в оптике физики полупроводников. Это Панков, тоже бывший наш соотечественник. Под его руководством были сделаны первые светодиоды на Галлен. Но фактически это были структуры металл, диэлектрик, полупроводник Н-типа. То есть не было полноценного план-перехода. Поэтому качество было их очень плохое, и светились они очень-очень плохо. Говорят, квантовый выход был, квантовая эффективность внутренняя была всего лишь доля процента. Теперь я хочу вернуться опять к японской группе. Следующий шаг был уже сделан в Японии фактически в технологии. Это уже были 80-е годы. Это группа Акасаки. Видите его аспирант, его еще один аспирант. Они что сделали? Они фактически сделали две вещи, очень важные вещи. Они обратили внимание на следующее обстоятельство, что если на подложке сапфира растить не сразу Галлен, а растить алюминий Н, но при температуре низкой, порядка 200 градусов, а невысокая, при которой растет сам кристалл Галлен, а он растет при температуре порядка 800 градусов, тогда получается, что качество кристалла, выросшее, вот этот слой алюминий Н, он называется подслоем или буферным слоем. Получается существенно выше. Там никаких трещин нет. Количество дислокации еще очень большое, но трещин нет. Качество кристалла резко увеличивается. Это первое, так сказать, их большое достижение. Второе достижение стояло в том, что они обратили внимание, что если кристалл, легированный акцепторами, облучить электронами, тогда получается полупроводник пойти по воспроизводимому. Оказалось впоследствии, что облучение электронами, оно просто проводилось в вакууме. Вероятно, они это заметили случайно, исследуя образцы в электронном микроскопе. А в вакууме, когда вы облучаете электронами полупроводник, он нагревается. В силу того, что он нагревается, из него идет диффузия водорода. Дело в том, что в силу условий роста, вот оказывается, потом люди разобрались, в чем дело было, значит, в силу условий роста всегда там много водорода. И вот этот водород, он пассивировал акцепторы, он не давал им проявлять акцепторные свойства. Если нагреть образец просто в атмосфере азота или в вакууме, этот водород выходит, и полупроводник, легированный акцепторами, становится P-типа. То есть, тем самым, люди, вот эта группа японская, она открыла путь для воспроизводимого создания P-типа. Фактически, для того, чтобы воспроизводимым создавать P-переход. Фактически, то, что нужно для создания полноценного светодиода. И с этого момента, ну вот с этого момента, начался бурный рост публикаций в этом отношении, бурный прогресс в этой области. Ну вот, здесь я хотел показать вольт-амперные характеристики типичные. А – это для структуры, которая выращена с нормальным план-переходом, а Б – это для той первой структуры, когда металл, диэлектрик и полупроводник. И вот смотрите, как разительно отличается, а здесь электролюминесценция, здесь интенсивность света в зависимости от длины волны. Вот смотрите, это первая структура B, которая вот типа Панков, который использовал, а это вот структура с хорошим план-переходом. Видите, насколько порядков отличается мощность. Ну, как устроен этот светодиод? Он устроен очень просто. Вот видите, в первых их работах. Вот есть подложка сапфира, есть, значит, полупроводник N-типа Гален, дальше идет слой P-типа, к нему контакт сделан, сбоку сделан контакт к N-типу, вот обычный план-переход. И эта структура светится, вот в бок, например, можно наблюдать свечение. Вот, теперь, что сделал Накамура, прорыв Накамура. Во-первых, Накамура заметил про то, что совершенно необязательно для того, чтобы активировать акцепторы, нужно облучать электронный образец, а можно вполне воспользоваться просто отжигом, разогревом в атмосфере азота, и при этом получается прекрасный апотик. Второе, он обратил внимание, что в качестве буфера совсем не обязательно использовать алюминий N, а можно использовать высокотемпературный галлий. Вот, наконец, он разработал технологии выращивания квантовых ям на галлии N. Вот я хочу обратить внимание, что на самом деле первый образцы с квантовыми ямами, это что такое квантовыми ямами? Это очень узкий, узкозонный полупроводник, очень маленькой толщины, толщина которых порядка 100 экстрем. Вот она называется квантовыми ямами. Если в светодионе или лазер используется квантовыми ямами, тогда эффективность обычно таких устройств резко повышается. Накамура создал первый голубой лазер, работающий в непрерывном режиме. Надо отметить, что первый лазер, работающий в импульсном режиме, и вообще первый голубой лазер был создан на полупроводниках, был создан все-таки в группе Акасаки. Но они не сумели по качеству продвинуться слишком далеко, и поэтому у них лазер при комнатной температуре работал только в импульсном режиме. А для коммерческого использования лазеров нужно обязательно, чтобы он работал не просто в непрерывном режиме, а еще работал в непрерывном режиме не менее 10 тысяч часов. Так вот, этих результатов сумел добиться Накамура. Добился, что время жизни такого лазера 10 тысяч часов. Ну и вот примерно с середины 90-х годов начался коммерческий выпуск этих приборов. Ну вот для того, чтобы подтвердить свои слова, я могу привести картинку из одной из статей Акасаки, где он анализирует развитие технологии Накамура. Вот смотрите, это количество статей, это года. Вот видите, количество статей примерно по данному предмету, ну где-то несколько десятков было, до примерно работ группы Акасаки и Накамура. А после него, смотрите, здесь логарифмическая шкала, пошел риск и экспоненциальный рост. Люди поняли, что прорыв сделан и можно развивать эту технологию. А здесь вот на этой картинке я нарисовал, тоже не я нарисовал, а я взял картинку из этой же работы. Значит, смотрите, как росла эффективность, квантовая эффективность приборов. Вот до работ Нобелевских хлориатов она, видите, вставляла, ну, меньше 1%. А вот где-то уже к 2000 году она приближалась к 20%. А современные светодиоды синие, они обладают внутренним квантомым выходом где-то 50-60%. Это очень хорошие приборы, хорошо светящиеся. Ну вот, что из себя представляет Гален? Вот здесь вам фотографию, привел кристалла Гален. Это кристалл двухосный, пиролитричный. Что это означает пиролитричный? Это означает, что в нем вот эти вот два направления, в направлении вверх и в направлении вниз, они неэквивалентны. И поэтому в результате этого в таком кристалле возникает, говорят, встроенная электрическая поляризация. В результате этого в нем возникает очень сильный электрический поляр внутри кристалла, если нет носителей там. Эти поля могут достигать значения порядка 10 в 6 вольт на сантиметр. Это очень большие поля. Это вот особенность этого кристалла. Кроме того, он обладает очень еще большими сильными пьезоэлектрическими свойствами. То есть он пьезоэлектрик сильный. Ну вот давайте я этот слайд пропущу. Теперь я вам покажу картинку. Значит, вот как устроили современные светодиоды на Гален. Вот картинка одна. Значит, можно на нем устроить белый светодиод. Вообще говоря, существует две основных конструкции светодиода. Это когда он состалной. То есть вы когда берете три светодиода разного цвета. Там синий, зеленый, например, красный. И составляете их близко друг к другу. Это состалной. Но это очень дорого. Сейчас обычно так не делают. Проще всего нанести люминофор на синий светодиод. Такой, который светится таким образом, что смешение цветов люминофора и синего диода дает вам белый свет. Ну вот как устроен такой диод. Вот здесь нарисованы у меня схематически конструкции этого светодиода. Вот этот теплоотвод, он располагается на теплоотводе. Вот этот вот Гален, активный кристалл. Значит, к нему подводятся провода. А здесь вот находится сверху люминофор. Ну и вот современные лампы, которые используют такой светодиод. Или там на самом деле их несколько. Вот она выглядит, ну, примерно следующим образом. На самом деле сейчас существует огромное количество таких конструкций. Они продаются в магазинах. Там стоят порядка тысячи рублей. И, вероятно, чем они хороши? Они хороши тем, что по сравнению с лампами вот этими, они хороши тем, что там нет ртути. Это экологически чистые устройства. Во-вторых, они работают намного дольше. Характерное время жизни такого светодиода или время работы, это от 30 до 50 тысяч часов. То есть он может несколько лет, ну, в году примерно 9 тысяч часов, то есть он может там работать на прерыве несколько лет. Но для того, чтобы лампа работала хорошо, нужно не только, чтобы диод работал долго, но нужно, чтобы еще и блок питания к нему работал долго. Был приспособлен к колебаниям напряжения в сети. Вот, поэтому блок питания должен быть высококачественным. Чем он еще хорош? У него еще КПД вообще, говорят, тоже несколько выше, но не очень сильно, но все-таки выше, чем у лимисцентных ламп. Ну и там в десятки раз выше, чем у ламп накаливных. Ну вот, на основании этого же материала были созданы не только светодиоды, но и лазеры. Вот они вот в DVD, например, используются, значит, и зеленые лазеры. А вот сейчас появились сообщения, что на основании этих и даже до красного диапазона. Вот еще я хотел бы сказать пару слов про транзисторы на галлии. Вот оказывается, этот материал очень хорош и для транзисторов. Хорош он тем, что, оказывается, такие транзисторы оказываются значительно более мощными по сравнению с арсенит-галлиевыми транзисторами. Я имею в виду полевые транзисторы. Значит, где они могут найти применение и находят применение? Ну, они находят применение для генерации частот гигагерцового диапазона. Что интересно для, например, станций сотовой связи и для радиолокации, для антенн с фазированной решеткой. Ну, вот какие там проблемы остались и перспективы у этой технологии? Ну, проблемы остались следующие. Что вообще сейчас нужно добиться поднятия плотности порогового тока в светодиодах, сохранения коэффициент полезного действия. Это позволит уменьшить размер светодиодов, а следовательно удешевить их. Второе – это удешевление продукции. Чтобы все-таки лампы более широко использовались, нужно, чтобы они стоили не тысячи рублей, но хотя бы несколько сот. Второе – это, значит, изготовление недорогих и качественных подложек. Ну, давайте я об этом говорить не буду. Значит, перспектива. Ну, перспектива понятная. Это полный переход на диодное освещение. Он, вероятно, в ближайшем будущем осуществится. Значит, широкое распространение галлии-н транзисторов, в том числе и в сотовой связи. Вот. И, вероятно, создание ультрафиолетовых лазеров. Ну, они интересны с точки зрения медицины. Можно обеззараживать воду, воздух с помощью просто очень маленьких компактных устройств. Ну, вот, давайте я на этом завершу, чтобы оставить время другому докладчику. Если какие-то есть вопросы, я попробую на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует...